Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Мы продолжаем наш репортаж из Болгарии. Тур по Болгарии лета 2021. И сейчас мы находимся в село Баня. Здесь находится очень хороший комплекс минеральных бань, минеральной воды у моего давнего приятеля по имени Цецо. Но мы пока прогуливаемся по окрестностям, небольшим горам местным и тропам. И сейчас мы идем в сторону Банского калея, и вы посмотрите, что это такое. Давайте смотреть и наблюдать. Мы идем с той стороны. Здесь внизу у нас находится река, небольшая речушка. И мы движемся вперед, продвигаемся. Нам идти где-то около 300 метров. Село Баня находится между городами Панагюришты и Пазаджик. Где-то 30 километров от Пазаджик и 15 километров от Панагюришты. И, в общем, где-то около 110 километров от Софии. Вот, там внизу водопад. Мы сейчас пойдем посмотрим. Водопад. А это Лиза. Лиза, привет, как дела? Нормально. Нормально, Лиза говорит. Ну, будем доверять ей, ее словам. Она говорит, нормально, значит, нормально. Так, посмотрим, что у нас здесь. Татьяна Николаевна, снимайте. Так. Здесь лежит рыба. Здрасте. Здрасте. Здесь один рыбак. Товый приедет. Идем дальше вверх. Посмотрим, кто там вышел. Я пошел дальше. Село Баня название само за себя говорит. Здесь расположены минеральные источники. То есть, вода из глубин земли выходит наружу. И вода не просто холодная. Она выходит приблизительно... Температура воды из земли выходит где-то около 60-70 градусов тепла по Цельсию. И такой водой наполняются местные бассейны. А также ее используют и для отопления. Вот. Ну, кто может, так сказать, систему законтачить с отоплением в квартирах или в домах. Ну, некоторые используют это для отопления в зимнее время. Потому что вода постоянно теплая. 60-70 градусов. Это достаточно теплые батареи будут. А в основном, конечно, используют для бассейнов. И здесь такая валиологическая зона. То есть, для отдыха, релаксации, восстановления, медитации, занятий по оздоровительным практикам и так далее. Мы вот здесь находимся. Видите, какая тропа. Я немножко озвучиваю наш репортаж для того, чтобы было общее понимание. Вот. А у моего друга Цецу здесь есть такой оздоровительный комплекс. Там три бассейна находятся. Один закрытый и два открытых. Именно с минеральной водой. Минеральные бассейны, которые очень хорошо оказывают оздоровливающий эффект на тело человека, на его организм. Это суставы, связки, восстановительная кожа. Давайте в тишине пойдем дальше. Здесь не очень высокие такие горы. Ну, так, можно сказать, холмы такие. Ну, в принципе, мы потом сверху снимем, увидите все с высоты, наверное, куда мы сейчас идем. Здесь, в этих холмах, или так, в небольших горах, водятся животные. Такие, как лисы, даже медведи, зайцы, птицы разные и так далее. Вот, даже здесь, в этом смысле есть, в определенный период приезжают охотники, хотя я не особый любитель охоты. Как говорится, я не поддерживаю такое, так называемое искусство охоты, когда человек убивает животных, вот, ради чего-то непонятно чего, ради развлечения. Вот, там, впереди, какая-то птичка. Там птичка, птичка. Вот, Татьяна Николаевна пошла проверять, кто там побежал. Ну, там, вроде, птичка. Вот, такой маршрут. Очень хороший маршрут для прогулок, для раздумываний и, так сказать, находиться наедине с самим собой. Ну, как я уже сказал, очень благотворное место, благоприятное для своего рода восстановительно-рекреационных мероприятий. Более логического плана, здоровительного. Ну, и также для тех, кто практикует различного рода спортивно-соревновательную деятельность. То есть, здесь есть места, где можно побегать, попрыгать, поплавать. Рекомендую посетить, кто будет в Болгарии, село Баня. Это находится, еще раз напомню, недалеко от Панагюриште, такого города, достаточно большого, и города Пазаджик. Ну, и от Софии тоже недалеко, 110 километров. Так, вот мы пришли на площадку. Здесь вот место для отдыха. И что-то здесь такое, сейчас мы посмотрим, что-то здесь есть. И давайте мы посмотрим, вот. Светая вода. Объект. Вот, что-то здесь написано. Да, это минеральная, потому что теплая. Вот здесь можно... Сейчас мы пойдем, подойдем поближе. И осветимся. И осветимся. Осветимся. Да, почитаем, что здесь написано. Вот. Здесь написано. Кто верит в Бога и в эту воду, будет здоров, выздоровеет. И написал это Кристио Йотов, сего Гелеменова в 1920 году. Вот это все создали братья... Братья Ангелови. Собственники на фирму Градус, город Панагёришки. И вот здесь еще такая доска, на которой написано. Уважаемые, уважаемые путники, эта вода освещена. Пейте с наслаждением. Вы можете вымыть лицо с верой, что все боли в глазах пропадут. И перед тем, как уйти, вспомните за тех, кто возродил этот источник, и поклонитесь. В 2010 год. А возродил этот источник, вот как мы понимаем, братья Ангелови. Ну, скажем им спасибо. И давайте, раз уж так заведено, я сейчас тоже возьму рукой эту воду и немножечко помоюсь. Да, вода вот достаточно тепленькая. Так что, вот мы, так сказать, умылись. И, как здесь написано, будем верить. А что же нам остается делать? Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше и смотрим, что у нас дальше. Куда мы идем? Мы идем вот сюда, наверное, да? Или надо было выше. Вот. Я снимаю полностью все, потому что вот он. Впереди вон там находится какой-то часовня какая-то, монастырь небольшой. Не знаю, где можно пройти. Пойдем по узкой тропе. Мне предлагают. Мои спутницы две искушают меня пройти по узкой тропе. Пойдем по узкой тропе. Боевые искусства, здоровье, сберегающие технологии. Со мной вместе в этом туре сейчас находятся Татьяна Николаевна, впереди идет, и Елизавета Романовна. Мы уже с Елизаветой Романной демонстрировали дзюноката на открытии международного турнира в городе Пазарджик. Сегодня еще планируется небольшой урок по дзюноката в клубе Кадакан Пазарджик, руководителем которого является Георгий Георгиев. Но это вы увидите в другом видео. А сейчас пока мы посмотрим храм. Вот здесь написано, он, так я понял, восстановлен. Покрашен новый, ну, посмотрим что-то. Вот такая вот площадка здесь. И давайте посмотрим. Храм Света Троица, то есть Святая Троица. Ну, я так вижу, что он закрыт. Не знаю почему. Мое мнение, храмы должны быть всегда открыты. Вот, ну. Что есть, то есть. Это храм христианский. Скорее всего, православный. Потому что полгода православия. Вот. Внутрь туда не попадешь. Но, может быть, можно сделать видео. И как-то через окошко посмотреть, что там есть. Сейчас мы это попробуем сделать. Конечно, хотелось бы зайти посмотреть, но... Не, тут заставлено все. Наверное, ничего не увидим. Ладно. Детская площадка. Здесь детская площадка. Можно поиграть, покататься. Вот. Посидеть, потрапезничать. Сейчас мы подойдем туда ближе, посмотрим еще. Ну, давайте мы сначала посмотрим колодец. Но мы еще не дошли до Банско-Кале. Туда выше еще надо идти. Еще Банско-Кале выше. Сейчас мы посмотрим, что вот здесь написано. И где мы двигаемся. Вот видите, здесь очень большой маршрут для туристов. Лесопарк, село Баня, Пазаржирский округ. Схема за аллеей тропы архитектурных сооружений. Вот такая вот вещь. Ну, давайте мы сейчас пойдем посмотрим, что там у нас. И пойдем дальше. Видеосюжет получится достаточно большой. Сейчас мы ее догоним. Вот видите, какой здесь стол за трапезу для трапезы. Старый стол за скамейками. Видите, детская площадка для игр здесь еще есть вот я как вижу наверное это источники 2015 году в 2015 году восстановлено а вообще это социо 1806 год меня водой помочила здесь у нас тоже какой-то домик небольшой видимо здесь трапезничают вот да здесь есть место для сжигания огня телефон указан можно связаться по телефону с человеком который я так понял откроет здесь все внутри мы не можем попасть внутрь этого домика но видимо это вот такое место мы продолжаем движение вперед здесь еще большая трапезная в общем вот такое место вот меня зовут я иду дальше иду иду вот слышите меня зовут иду иду я сейчас идем дальше наверх и посмотрим что такое коле такие трупы хотела немножко вам рассказать еще о том что вот такие походы они конечно такие путешествия в места такие природные они очень хорошо и благоприятно влияют на общее самочувствие и конечно после городских городской суеты ну так называемых когда ты даже хочешь не хочешь тебя ну как-то задействует в быстроте и движений здесь конечно отдыхается вот сейчас мне тоже кричат тут волнуются за меня чего волноваться когда я вот здесь птичками разговариваю поднимаемся выше безусловно кто-то из зрителей увидев мой видеорепортаж сегодня скажет что таких мест много на планете я согласен с вами планета земля она по сути своих одинаково везде есть земля камни деревья травы цветы небо реки озера но есть какой-то свой определенный колорит определенные наверное погодные условия создают определенную разновидность живой природы вот здесь проходит видео фото 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 съемка идет вот это обязательная процедура конечно же так что вот такие места есть я тоже побывал во многих местах сейчас все больше и больше имею желание посмотреть вообще весь земной шар я по-доброму завидую тем людям кто путешествует и я рад тому что мне у меня есть такая возможность путешествовать вместе со мной иногда путешествует и мои родственники и друзья вот здесь есть скамеечка где можно посидеть и мы сейчас возьмем небольшое интервью у Елизаветы и спросим у нее лиза как ты как ты думаешь как ты думаешь лиза скажи как ты думаешь вот такие путешествия как-то влияют на общее понимание мира наверное да наверное да так сказала лиза а что а что вот у тебя сейчас в голове о чем ты думаешь чтоб меня никто не съел чтоб лиза никто не съел вот а это что значит это значит мы находимся в таком природном месте где есть много много различных жучков паучков пчелок ос и так далее здесь живет природа в городах человек отвыкает от этого и конечно отдаляется но все зависит от опыта и привычки чем больше человек будет находиться таких местах тем наверное будет он более спокойно относиться к тому что есть но мы продвигаемся дальше а мои друзья продолжают фотосессию хи 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 вот ну конечно же без этого никуда фотографии всегда нужны сегодня есть много таких компьютерных сетей куда выкладываются фотографии где побывал человек вот ну в принципе я снимаю тоже видео для того чтоб и для памяти своей и для того чтобы это видео увидели на ютюбе и человек который может быть еще не был здесь у него будет желание побывать в таком месте или вообще как-то попробовать начать все таки думать о хорошем вот позитивные эмоции они всегда позитивные мысли всегда хорошо влияют на человека конечно сложно себя настроить на постоянные положительные эмоции ввиду того что сегодня очень много есть различных репортажей вокруг которые ну это опять по моему мнению насаждают некоторую негативную негативную атмосферу так скажем по большому счету жизнь прекрасна и удивительно хороша сейчас попробуем не знаю сколько времени мы будем идти до банску коле но тропинка ведет значит думаю что дойдем сейчас мы перевернем немножко камер вот наш небольшой отряд путешественников когда что-то громко жужжит это сто процентов тебя никогда не укусит потому что она своим жужжанием уже уже показывает тебе что кто-то есть рядом а если ты никого не видишь не слышишь то конечно тут может быть так что тебя кто-то подкрался тебе можно даже так сказать не бойся того кого видишь бойся того кого не видишь ну ты слышишь или может по-другому не бойся того кого слышишь а больше того кого не слышишь вторая второе изречение куда бы мы не пошли мы да вон он кажется впереди куда бы мы не пошли все равно мы через какое-то время вернемся сюда же потому что если мы будем идти вот так все время прямо то земля круглая и мы все равно обойдем все вокруг и придем обратно просто какое время на это уйдет неизвестно но если на это обращать внимание на время то конечно можно сойти с ума вот а если на время а если на время не обращать внимание а просто принять это как ну факт то можно спокойно передвигаться так вот мы пришли в какое-то место где есть указатель вот крепость калета нет крепость калета давайте туда зайдем банский орел с водопадите и скальное образование лиза уже устала мы ее 100 ну давайте посмотрим что здесь водится вот такие животные здесь водится посмотреть и змеи где змеи кабаны вот такие видите какой животный мир разнообразно здесь водится и растительный мир давайте посмотрим здесь растительный мир вот что хотите можно увидеть растительными итак мы идем давайте в крепость а потом пойдем ну что идем крепость крепость вот здесь пошли ну пойдем дойдем здесь 200 метров до крепость здесь уже сужается тропа клопы прыгают зачем нет а вот змея 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 тихо 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 маленькая не надо ее строгать не трогать никаких змей они пускай лежат спокойно наслаждаются жизнью если одену тапочек подвинься здесь мне пошли пошли вперед аккуратно перепись конечно ты иди спокойно это же вообще Папа, я возьму, возьму что-то. Давай эту возьму. А то эти, да? Давайте палки найдем, чтобы можно было кого-то обзагнуть. Большая фишка. Молодец. Ну давай я впереди пойду. Лиза, не надо смотреть себе прямо в землю, на подножье. Не, ну мы идем, смотрим, конечно, наблюдаем. А, ну прям вверх. Сейчас мы дойдем. Осталось немножко и будет крепость. По крайней мере так было написано. Осталось. Время. Теперь я свалю. Какая-нибудь планета побрит, как она, живь потом от растения. Не знаете, сколько у нас будет? Не надо меня эту побренить. Продолжение следует... 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 ну вот мы заканчиваем на этом я заканчиваю репортаж сегодняшний и до скорых встреч смотрите наши новые репортажи нашего турне по болгарии лето 2021 до новых встреч смотрите планеты